Превосходно! Давайте и посмотрим, сколько людей на нее посмотрит. Но постойте. Постойте, постойте. Сколько много шума, черт возьми. Сейчас с ума сойду. У меня мозги в дреслю превратятся. Давайте уедем отсюда. О, не кричи, только не кричи. Я ничего тебе не буду делать. Я просто еще тишину. Да откуда вы все взялись? Вы как мураши все что-то здесь набежали. Вот, наконец-то тишина. Да, отлично. Итак, это обзор на игру GTA London 69. Кто не играл в нее, тот обязательно в нее должен сыграть. Потому что это одна из первых. Это серия игр GTA. Это история, черт возьми. Как бы вам говорил, любая училка в школе. Надо учить историю. Поэтому вы должны поиграть в GTA первую часть. И посмотреть, с чего же начинала свою карьеру, так скажем, игра серии GTA. Ну, что можно сказать? Если честно, игра такая очень простая. Очень-очень простая. Действия здесь такие же, как и в любой GTA. Угонять машины, выполнять задания и прочее дерьмо. Графика здесь, конечно, не блещет. Вид только сверху. Машина не гнется. Да и вообще, всего того, что сейчас ездим в GTA 5, ее просто... Ну, ее... Этого всего нет, так скажем. Так, что еще хотелось бы сказать? Опять же, давайте немного поездим. Покажу, что тут есть. Можно давить людей. Можно давить людей, черт возьми. Да, из-за этого дают очки. Вы только представьте, из-за того, что задавил людей, дают очки. И перевод, слышите? Оу! Допрыгался! Вы видели, как это написано? Допрыгался. С буквы D первой. Не русской, а остальное все по-русски. Все-таки это... Это все-таки... Такая традиция, видимо, какая-то. Вот, что еще хотелось бы сказать? Звуки, звуки, эти чертовы звуки, они повсюду. И тише не делаются. Давайте опять убежим куда-то. Нет, уедем на мотоцикле. Да, давайте уедем на мотоцикле. Иди отсюда. Дай мне мотоцикл. Какой он быстрый, это скутер. Да, кстати, звуки здесь, как в маске шоу. Такие, знаете, разговоры. Очень-очень быстро, будто бы Элвин и Брундучки еще говорят так же. Так, едем-едем. Я хочу найти тихое место, черт возьми. О, господи, кто-то сказал. Вау, да он даже падает и переворачивается, черт возьми. Это графончик. Давайте-ка я найду место потише. Гадина, гнида, сволочь, кто-то сказал мне след, потому что я его раздавил, размазал по асфальту. Но места тише я так и не нашел, черт возьми. Дайте мне спокойно записать обзор и сказать пару слов об этой игре. Черт возьми. Так, давайте. Что такое? Что такое? Да я не могу место найти потише. Что такое? И вот, вот, тихо. Шум дорог, но... Да почему всегда, когда я хочу найти тихое место, я во что-нибудь врезаюсь и обязательно они начинают разговаривать и орать? Вот, наш парк. Отлично, какая тишина. Оу, да, черт возьми. Ну, ты отсюда выбегай давай, здесь нет сигнала. Нет сигнала, я не могу. В общем, что хотелось сказать. Сейчас выходит GTA V, вы знаете все об этом. Она выходит 14-го числа. Не знаю, когда вы смотрите этот обзор, но, скорее всего, она уже вышла и вы уже смотрите все обзоры. Вбиваете в YouTube GTA V обзор, GTA V Let's Play, GTA V Minecraft или еще что-нибудь, какое-нибудь такое вот сочетание. В общем, выходит GTA V, и она очень мощная. И половина из всех тех, кто ждет GTA, скорее всего, будет просто смотреть ее в YouTube, потому что у них комп настолько немощный, что он не потянет даже на самых слабых настройках. Насколько я знаю, там надо, чтобы на максимум не шло GTX 720, 16 гигов оперативы, там чуть ли не 40 гигов на месте, HDD или больше даже, HDD, будем говорить так. В общем, такое вот дерьмо, просто адские требования. Они кажутся адскими на сегодня, но, поверьте, через 4 года где-то это будет вообще просто смешно. Вы помните, когда выходила GTA San Andreas, все говорили, блин, черт возьми, да у меня она не пойдет. Это такая мощная игра, что просто вообще комп греется и все такое. Но сейчас даже смешно, сейчас GTA San Andreas даже, по-моему, на телефоне есть, что ли, она идет с такой же, графикой и все такое. Так что, те, кто хочет поиграть в GTA V, вам нужно немного подождать. Можете себя пока, ну, как, знаете, заморозить на время и потом через год 4 где-то себя разморозить, купить себе дешманский комп и он будет тянуть у вас в GTA V. А пока что можете поиграть в San Andreas, GTA III, GTA Vice City, очень классная серия игр. Ну, и GTA London, конечно же, в который я сейчас играю. Вот. Давайте немного посмотрим, что здесь вообще как бы есть в этой игре. Я, если честно, в нее не играл, мне про нее только рассказывали. Когда мне про нее говорили, а это было очень давно, я представлял себе... О, машину Остин Пауэрса, стой! Стой, кто смотрел Остин Пауэрс Goldmember, тот поймет, где она. Черт, он убежал. Он убежал. Ну, ебану, насрал. Куда он убежал? Ладно, давайте, в общем... Дьявол! Дьявол? Вы слышите, как они обзываются очень жестко? Дьявол! Так, давайте... Черт подери, кто-то сказал. Почему я сбил лавочку и при этом лавочка заорала? Что за дерьмо здесь происходит? Да... Зокенцын! Зокенцын, это из фильма, по-моему. Так, раньше переводил чувак со сломанным доссом. Сокенцын, он говорил, черт возьми, все смотрели, ебану, досрал этот фильм с ним. Так, сейчас, секунду, давайте-ка мы выполним хотя бы одно. Задница, кто-то сказал. И я какие-то чупа-чупсы сбиваю. Вот, вот, как видите, первая миссия. Чувак, ты слышал о близнецах, Крис? Короче, им нужен новый скутер, так что поторапливайся, дайдешь ее в центральном Челси. Ну, примерно, я понял, задание, центральный Челси едет, значит, у меня пока 20, ёбаных FPS. Вот, в принципе, дорвали на такой игре, а не тропозит. И идет очень плавненько. Вообще, я, кстати, заметил, что... Это не я сказал, это там. Вообще, я заметил, что старые игры на новых компах, они как бы не идут. Не хочу сказать... Оу, я в центр Челси. Я не хочу сказать, что у меня мощный комп, у меня, наоборот, очень нищебродский комп. А точнее. Боже бой, боже бой, кто составлял здесь этот список звуков? Это вообще просто ёбады досрал. Так, сейчас. Что я хотел сказать? Я не такой мощный. Ой, стоп, ой, стоп! Ой, стоп, это за мной копы, и говорят, ой, стоп. Вот дерьмо, да что за... Где я? Я в кустах? Нет! Нет, нет, нет! Ого, боже! Ой! Тебе капец! Тебе капец, мне сказали. Тебе капец, я почти выполнил задание. Мне капец. Вот, видимо, внизу статистика. В общем... Итак. В общем, забыл, о чем я там говорил. Но сейчас о другом. Записал, значит, этот обзорчик. Во-первых, я проверил свой микрофон. Я все еще настраиваю свой микрофон. Вы не представляете, как это сложно, когда у тебя новый... Короче, ну, новый комп, можно сказать, да? Или типа того. Конечно, у меня бэушный старый комп. Это полное дерьмо. И на нем только GTA 1, видимо, и пойдет. Но все же, я настраиваю больше микрофон, потому что он у меня то только в левом динамике работает, то только в правом. То он как-то глухо, то тихо, то кряхтит, то пердит, то скрипит. В общем, проверяю я микрофон, запись микрофона. Так что особо не обращайте внимания. Может кто-нибудь досмотрит, конечно, этот обзор до конца. Там лайк, респект и все дела. Вот. Скоро будут записывать еще новые обзорщики на всякие классные игры. Хорошо, что они сейчас выходят, знаете, такие с графикой 90-х годов, такие графика Dendy. Нет, ну реально, вы зайдите на любой торрент или еще что-то. В топе будут игры, которые, знаете, по графике напоминают больше игры о Dendy. Но они весят столько много, и такие у них требования, что просто ебаный насрал. Это ж как так можно? Вроде бы игра с виду такая, знаете, в принципе простенькая, но требования очень-очень такие, знаете, жесткие. И не каждый комп потянет их сейчас современный. Но это пока, как я уже сказал, ждите, и скоро вы поиграете во все эти игры тоже. Вот. Что еще хотелось бы сказать? А, если кто-то хотел узнать, какие у меня системные требования, там кто-то писал что-то, ну я не знаю, у меня всего там два подписчика, и кто-то один, видимо, спросил. Видимо, это я был, когда был бухой, сам себе написал. В общем, какой у меня комп? В общем, у меня 6 гигов оперативы, 500 гигабайт у меня HDD, у меня видеокарта G-Force 210 1 гигабайт, и у меня процессор двухъядерный, Athlon 6000. Вот такой вот у меня мощный комп, и у меня еще колонки Microlab, но это на быстродействие никак не влияет. У меня клавиатура... Клавиатура у меня называется Genius, но мозгов она мне не прибавила, вы представляете, да, Genius, и типа это гений же, и мозгов она мне не прибавила, да. И у меня называется мышка, а, тех, или как она, а, по, тех, я не знаю, как она называется, в общем, как-то так. А еще у меня телефон, и он у меня называется Beeline, вот. А что еще у меня, как называется. В общем, что хотелось бы сказать, что хотелось бы сказать. С вами был Олег Детройт. Подписывайся, ставь лайк, черной жопой ты, ублюдок. Ну, в общем, это было лишнее, ладно, давайте я скажу по-нормальному. Закончу, так скажем. В общем, что хотелось бы сказать. Выходит новая игра GTA V, будем ее ждать. Скорее всего, когда вы смотрите этот обзор, она уже вышла, и все в нее играют и гамают. И вы, может быть, по поиску как-то нашли это видео, и кто досмотрел до конца, тому спасибо. И знаете, что еще? Что еще? Подписывайся, ставь лайк. А что еще я хотел сказать? Дайте повспоминать. Ах, да, кто досмотрел это видео до конца, всем спасибо. Кто начал смотреть и вырубил, все равно вы этого не слышите, поэтому сосите, ублюдки. В общем, что еще хотелось бы сказать? Так, что еще? Ну, я даже не знаю. С вами был Олег Детройт. Подписывайся, ставь лайк. Всем пока, черномазые!